МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выше! Выше! До конца! Тренери! О Трифилове тренере говорят он глыба и гений. О его характере авторитарен, груб, в порыве ярости не подбирает слов. Вы защите как дерьмо отыграли. Вы, Дудина, исполняете роль идиота. Он навсегда изменил лицо женского гандбола на мировой арене, став единственным русским тренером в истории, который выиграл 4 чемпионата мира, 7 чемпионатов России и первое в истории страны олимпийское золото. Это чемпионство на олимпийских играх. В 2019 году, после 20 лет руководства сборной, он неожиданно ушел в отставку. Как долго продлится тайм-аут Трифилова и почему с его уходом закончилась золотая эпоха женского гандбола в документальном проекте «Жизнь после спорта». «Жизнь после спорта», «Жизнь после спорта» и «Жизнь после спорта». Декабрь 2019. Краснодар. Спортивный комплекс «Олимпийский». Евгений Трифилов наблюдает за игрой. Правда, теперь он сидит не на тренерской скамейке, а в зрительном зале. Вы вице-президент федерации гандбола. Вы, простите, чего делаете на этой должности? Я еще ни черта на этой должности не делаю, но я хочу только одного. Мне бы хотелось поднять уровень молодежных команд. И тогда можно спокойно спать уже за национальную команду. Официально его отставка была связана со здоровьем. К 63-м годам сердце тренера перестало справляться с эмоциональными нагрузками, и в феврале 2019 года Евгений Васильевич был прооперирован. Я как представляю, что это у меня не клапан живой такой, из мяса состоит какой-то, а это пластмассовый клапан, в котором стоит шарик. И вот кровь фонтанчиком ударила, кровь обратно к шарик сел, закрыл. Бум-бум-бум-бум. Место Трифилова занял испанский специалист Амброс Мартин, с которым у короля Треф долгие годы были непростые отношения. Трифилов всегда открыто выступал против иностранцев в российском спорте. Вы довольны тем, как закончился вот сейчас чемпионат мира и нашей бронзой? Нет. Меня иногда на чемпионате Европы и чемпионат мира просто убивали. Сейчас зеленая улица, зеленый коридор. И да, они радуются, но все равно ложки-то нашлись, а садочек остался. Не запусти линию! Не запусти линию! Самого Трифилова не раз звали работать за границу. В Европе на русского тренера всегда смотрели как на гения. Гуляли, пусты линии, пусты линии! Да сдохнули там! Да бросьте! Я не верю вот тем трехсот тысячам лондонских жителей и русских. Не верю, что они когда ложатся под одеяло, закрываются с головой, что они не мечтают вернуться. Не верю. При его титулах и достижениях он мог бы возглавить любой европейский клуб, получить идеальные условия для тренировок и большую зарплату. Но после отставки Трифилов решил остаться в родном Краснодаре и тренировать местную команду «Кубань», пусть и сидя в зрительном зале. Мне нужна скорость сегодня, два раза быстрее в ход и два раза убегание, не считая защиты. Защиту должны полностью отработать. Я как был тренер, так и остаюсь. Бросьте вы, ну я если прошагал всю жизнь тренера, давайте наденьте у меня туркменские халаты, я буду похож на туркмена. С рязанской внешностью. Победа! Я играю в войну до сих пор на поле. А война, если вы помните, возьмите фотографии, только подлинные. Когда человек идет в атаку, забываешь, что мы все. Ну и я забываю все больше. Моя задача из солдата, из Абгенера, попытаться сделать героя. Все. Образ воинствующего тренера сложился во многом из-за кадров трансляции. Его тайм-ауты и сейчас, и тогда были похожи на спектакль. Огромный дядька с рычащим голосом нависал над своими подопечными, вызывая ужас и трепет одновременно. Это корреспонденты. Они всегда выбирают неудачный ракурс. Вот кто сидел со мной за столом, они просто в ужасе. Я говорю, а в чем причина? Ну, открой интернет. У тебя везде рот открытый. Везде ты орешь, везде ты всех посылаешь. Такая манера объяснять привлекла невероятное количество поклонников к гандболу. Ведь впервые матчи начали смотреть из-за трефилов. Большинство зрителей думали, что у этого свирепого мужика лучше умереть на площадке, чем пропустить мяч. Вы значите, как дерьмо отыграть. Вы, Дудина, исполняете роль идиота. Если кто-то обидется, можете... Так распекаете, смотрите, счет-то какой-то. Считаете ее вообще... Да меня счет вообще не чешет. Я послезавтра играю с командой, которая меня обыгрывает. Вы понимаете, что надо подготовиться к игре? А вы вообще бываете когда-нибудь довольны игрой? Конечно, довольны. Вот люди спрашивают, бываю я доволен или нет? Теперь дальше. В чем причина? Вот давай сейчас похоронную команду устроим и будем молчать. Ты сама была на поле. Так легче? Нет. Да, у них есть какое-то мастерство. Но каждый раз надо пытаться зажечь человека, зажечь, зажечь, зажечь. А вы думаете, мне не задают вопрос? Шведы или норвежцы задают? Вы своих девочек бьете? Я говорю, бью ногами. Так я глаза сразу... Все, вы вчера второй тайм просрали чистую. Просто просто. Не надо думать, что это твои все курицы, а ты тут единственный петух возле них. И все у тебя должно... Вот это все твое. Скажите мне, пожалуйста, если я, например, хочу попасть в команду Евгения Трифилова, я гонболистка, например. Мне половина не хочется. Какими я качествами должна обладать? Кого вы возьмете? Какую девушку? Ну, во-первых, давайте так. С точки зрения моего вида спорта. Это женщина-полумужчина должна. На площадке полумужчина. Ну, такой зверек. А были девчонки, которые уходили из вашей команды просто потому, что понимали, что они не готовы идти дальше с таким тренером, как вы? Были и такие, и выгонял, и умолял остаться. Все это было. Я когда начинаю взорваться, я немножко так стараюсь найти в сторону, посмотреть. Тренировки идут, а я так с угла смотрю, что же я наваял. А как-то ни хрена не наваял. Вот и все. Поэтому это надо признавать. В коротких передышках между играми можно увидеть совсем другого Трифилова. После гэндбола второй страстью тренера вот уже долгие годы остаются птицы. У него свои любовь и голуби. Святое святых. Сюда же она не заходит. Не имеет права. А вы прям вот стоите на крыше, свиститесь, запускаетесь. Да, да, я даже свистит. Армавирские, Орловские, Чирики-Ростовские, Чернопегие-Московские звучит как песня. В голубятни Евгения Васильевича около десятка редких пород. Вот посмотрите, это женщина. Ну, я считаю, что на нее можно посмотреть. Ну-ка посиди. Сядь ровненько. Вот на них крылья не... Вот сейчас хвост должен стать. Вот она должна... Они должны такие быть. Вот сейчас она хвост должна поднять. Ну-ка давай, сбросим. Крылу, брось твоим мать. Вот это стат. Статная птица. Почему статная? Потому что должна быть стать. Вообще у человека должна быть какая-то отдушина. У меня сейчас отдушина, я здесь, у меня все есть. Вот еще и третий этаж есть, так что все-все-все нормально. Его беспокойное хозяйство стоит на нескольких сотках. Скромный дом, баня, голубятня, собаки и коты. Трифилов проводит здесь большую часть времени. Сам занимается строительством и отделкой. Ну, я хочу достроиться. А я хочу, чтобы среди моих животных был всегда порядок. Ну, я хочу, ну, очень хочу, чтобы у меня были внуки. Сейчас есть. И уже такой, садят осмысленный, он видит что-то. Ну, я хочу еще, чтобы их было поболее. Вот видите, какой длинный стол. Вот чтобы они все здесь сидели. А если говорить о спортивной карьере, вот еще чего-то хочется, как тренеру, как наставнику? Иногда есть такое неуемное желание, когда сидишь на трибуне. Знаешь, хочется доказать еще что-то. Это желание доказать преследует Трифилова на протяжении всей жизни. Видимо, поэтому его коронная фраза «Кто готов выйти подраться» стала чуть ли не лейтмотивом всей тренерской карьеры. Вчера шла игра, игроки команды Майкопа, ну, так хорошо врезали нашим. По-моему, Барканова или кому-то они врезали так, что там упались эти священные кости, я думал, не поднимется. Ну, вот в этом случае, если бы команда, должно пройти минуты две-три. А потом уложить, чтобы человек знал, что он напорится здесь. А безответно будешь жить, тем будут обижать. Это улица. Самым тяжелым периодом в работе Евгения Трифилова стали 90-е. Перестройка превращала учителей, академиков и врачей в торгашей. Трифилов, как и многие, оказался не нужен спорту и стране. Ну, тогда, ребята, тогда период был такой шальной. Только руки привязывали. Все, пожалуйста, ни хрена, ничего нет. Надо было только работать. Но в тот период мы чего боялись? Мы боялись какой-то огласки. Мы были вот те советские. Ну, могу сказать, что когда я в Майкопе продавал свои джинсы, которые своими руками сделали, когда шли мои ученицы по рынку, я прятался за машиной. Я боялся, что меня увидят как торгаша. Пройдет несколько лет, и тренер вернется в профессию. В 99-м он возглавит сборную, став пятым наставником. Такая частая смена тренеров будет связана с отсутствием результатов. Наши гандболистки ни разу не отбирались на Олимпиаду и никогда не поднимались на пьедестал чемпионата мира. Когда человек видит впереди цель, которую можно достичь, это самое главное. Ведь мы почему сейчас топчемся на месте? У меня была идея стать октябренком, пионером, комсомольцем. Потом и в партию залезть. А потом, как фильм один был, Папановый играл, а потом член Корр. А это пожизненно. Эффект Трифилова будет мгновенным. Через несколько месяцев наши девушки получат историческую бронзу чемпионата Европы, а через год завоюют золото чемпионата мира. После этого сборная под его руководством будет брать высшие награды еще три раза. За последние 60 лет ни одна страна мира не выигрывала чаще Трифилова. А знаете, я хотел сейчас Кумамото, чтобы пятый был. Потому что мужской я не считаю. Это Салмана сейчас за слово. Я там, да, повизгивал, попискивал. Ну, отвечал он за все. В 2008-м дружина Трифилова завоюет путевку на Олимпийские игры в Пекин. Дебют женской сборной получится серебряным. А дальше начнется спад. Трифилов будет искать молодых гандболисток, но собрать сильную команду к следующему олимпийскому циклу не получится. А сейчас попробуй гулять тренера. Попробуй приедеть к кому-нибудь. Ну, тебя пошлют подальше. Попробуй влезть в тренировочный процесс. Пошлют подальше. Давайте, девочки, давай веду! Эй, девочки, давай вверх! После провала на Олимпиаде в Лондоне против Евгения Васильевича выступит с открытым письмом сразу несколько руководителей разных клубов. Ну, я отвечал за Олимпиаду. Хотя, я считаю, до сих пор там особой-то вины моей не было. И там еще в интернете где-то случайно разнулся на кусок из полкома, где руководитель дает оценку. Вот он шагает не в ногу, все в ногу, он не в ногу так не бывает. После 13 лет руководства сборной Трифилова отправят в отставку и забудут о его прошлых заслугах. Но обидно было, потому что от вас ждут всегда только результаты. Когда вы его даете, вы хорошие. Обидно. Знаешь, как обидно? Я некоторым там и ответил на исполкоме прям. И напротив сидели люди, которые по 6 сазы в его воздухе отсидели. Он говорит, жать так нельзя. Я говорю, а так можно? Все жестко было. А что вы делали, когда вас сняли с поста главного тренера? Чем занимались? Уехал в Тольятти сразу. И там же работал. И там еще один европейский кубок выиграли. А как вас обратно позвали на должность тренера сборной? Вот кто-то приехал и сказал, простите, пожалуйста, мы были не правы, возвращайтесь. Нет, какой, какой. Да, куда же там. Простите, пожалуйста, войдите, пожалуйста. Ничего подобного. Несмотря на отстранение и критику, метод Трифилова продолжал работать. Никогда еще российский женский гандбол не был на таком высоком уровне. Он брался за любую команду и делал ее чемпионом. Некоторые смотрят, говорят, о, у тебя там зарплата. Я ни разу о своей зарплате не говорил. А я вот в Астрахани был, и там есть директор такой. Он говорит, Женя, мне нет денег тебе заплатить. Давай вначале выиграем, а потом поговорим. И еще один точный бросок Акапян, а вот это уже оно, олимпийское счастье сборной России. В 16-м году под его руководством женская сборная завоевала первое в истории страны олимпийское золото. Это была победа, которой Евгений Трифилов шел 20 лет. После таких тяжелых игр не осознаешь вначале, если выкладываешься по-настоящему какое-то опустошение вначале. Ну и потом я что, как женщина должна моляться на полу? Его часто называют деревенским мужиком, а его метод работы несовременный. Евгений Васильевич отвечает на критику с юмором. Холхозник от свиней. Ну ничего, ну в подушку прикусил ночью. И тихо-тихо-тихо-тихо огородами. Ну, по-кубански огородами. Он действительно человек от земли, с крестьянской закалкой и таким же характером. А давай посмотрим, попробуем. Заглянем в прошлое. Домов этих не было. Здесь косогоры были. И когда ясная погода, то отсюда адыгейские вот эти горы, вместе с Эльбрусом аж видно. Там речка Левый Бесюжок. На этой речке в пятом классе меня избили как собаку. Я приехал один в плавках после педесского лагеря. А все пацаны были, купались в семейных трусах. Поэтому я был там изгоем. В ста километрах от Краснодара находится его малая родина – хутор Безлесный. Здесь по-прежнему живет многочисленная родня и друзья юности. На одной из улиц стоит маленькая хата, построенная еще отцом. Плотником работал. Все вырезал. А, вот там наличка еще сохранилась. А вот здесь, где вот кирпич, здесь была полуземлянка, в которую мать с отцом отъехали. И вот там я родился. Родителей уже нет, а хата до сих пор стоит. Трифилов редко бывает в Безлесном. Односельчане чаще видят его по телевизору. Но даже сегодня он для них не известный тренер, а просто Женя. Я тебя сто лет не видела. Мам, у меня никто приехал. Сто лет. Ой, какие мы стали. Все, все. 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 Ты мой золотунчик. На тетю Катю похож. Очень. На Васю, на отца похож. Здесь уже давно привыкли к тому, что Женя может нагрянуть, как ураган, без предупреждения, и спустя много лет. Женя! О! Да выскакивай, выскакивай, выскакивай. Я смотрю, думаю, ну не светлый, точно. Кошмар, кошмар. Черт. Молодец, хорошо выглядишь. Сколько уже, Женя, тебе? Под 70 лет? Ха-ха-ха. Не, не 70, это еще мало. 65-й все. Изменился? Он не изменился в лице, он только здоровый. А так у лица он такой... Какое? Да. Время, оно идет неумолимо, никуда мы не денемся. Особенно сейчас. Прям часы, наверное, земля быт-то иначе начнет крутиться. В 64 года он вернулся туда, откуда начиналась его карьера тренера. Сегодня он наставник краснодарской команды «Кубань». Вот сейчас у меня момент тяжелейший. У меня начинает дербанить команду. Я не могу заплатить им. К сожалению, мы до сих пор не признаем, что у нас вид спорта профессиональный. Мы только на бумажке декларацию приняли о правах человека. Так и здесь. И если раньше он думал только о том, как тренировать, то сегодня он еще выбивает зарплаты и ругается с чиновниками. Построили Олимп. Вы историю не знаете этого Олимпа. Его 15 лет строили. Кирпич, который заложил еще, по-моему, Самойленко был в городе, на стадионе «Кубань». Его переносили. Со стадиона «Кубань» на стадион «Труд». Вот где он сейчас стоит, там кирпич стоял. Его так назили 15 лет по кругу. Теперь построили этот Олимп. Ну, он, оказывается, не для спорта, а там то балет, то шоу, то концерт, то шоумены. Второй момент. У нас, ну, если вы зайдете, вы плакать будете. В третий год идут суды. Никак не досудятся. Кто такое покрытие сделал? Оно вздувается каждый день. Он все тот же Трифилов, который не представляет, как можно жить без гандбола. Человек, он настолько тщеславен. Знаешь, у него вот внутри все равно у любого сидит. Когда человек открывает газету, только бах, первый раз, и он знает, что там где-то статья про него. И он лихорадочно, даже вот если в «Порт-экспрессе» есть такая рубрика «Кукаряку». Он даже в «Кукаряку» залазит, ну и ищет, понимаешь? Ищет свою фамилию. Ну, так устроен человек. И все одинаковы в этом случае. Все. От президента до тети Нюры, которая умирает на улице, там, дворником работает. Есть какой-то шанс, что вы снова возглавите национальную сборную, как вам кажется? Знаете, в чем проблема? Я иногда все ловлю на мысли, что я... Я говорю, подумай об этом, а потом начинаю о другом. Что у меня кусочек там тряпочный. И споеваю, тренируй, не тренируй, тряпка, как было это касается. Помните, эта песня была? «Шелковое сердце, не ноет, не болит». А у меня иногда ноет. И вот сейчас, если я к своему крестному отцу пойду, это барбуха, антихирург, скажет он, что есть возможность. Ну, буду рептизить еще дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова